Нет мусора, нет платежей. Губернатор Пермского края раскритиковал работу регоператора по обращению с ТКО после угроз штрафами для юрлиции ИП. Глава правительства заявил, что предприниматели, которые работают из дома, ничего платить не будут. Министерство ЖКХ Максим Шетников поручил усилить контроль за действиями теплоэнерго, чтобы в будущем таких глупостей не допускать. Подробнее расскажет мой коллега Никита Рогозин. Самое активное обсуждение на заседании правительства Пермского края 21 августа вызвало острая ситуация между предпринимателями и региональным оператором по обращению с ТКО – компанией теплоэнерго. Бизнесменам в минувшие выходные пригрозили штрафом до 250 тысяч рублей, в случае если до 18 августа они не заключат договоры на вывоз мусора. Однако многим уведомления пришли прямо в крайний день. В целом организация договорной работы, которая со стороны, конечно, теплоэнерго, сложно признать регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомление сразу с угрозой штрафа, время на заключение договоров толком не дали. Ну, в общем, там целый букет у нас управленческих каких-то глупостей. Министр ЖКХ Александр Шитцин отметил, что работа рекоператора сейчас приводит к собираемости платежей с юрлиц на уровне менее 13%. С физлиц собирают 85% платежей. И это при том, что генерацию мусора оценивают в соотношении 50 на 50. Предприниматели, которые работают из дома, уже готовятся освободить от платы за вывоз мусора, так как они уже платят за него, как физические лица. Подготовлен проект приказа о внесении изменений в нормативы накопления ТКО в целях освобождения от оплаты индивидуальных предпринимателей, неведущих деятельность, либо ведущих деятельность по основному месту жительства. Ну, фактически, что вы сказали, это самозанятые. На вопрос о том, что предпринимателям, которые работают из дома, делать сейчас, ответил сам губернатор. Платить дважды за вывоз мусора, по словам господина Решетникова, никто не будет. По ИП, сегодня мы, соответственно, всю информацию, я тут хочу успокоить, то есть не надо будет коллеге платить ни в коей мере. Второй платеж, он будет один, как физиками платили, так и платили. Все, значит, по ИП никаких ни договоров, ничего заключать не надо будет. Соответственно, те, кто уже заключил, подчеркиваю, это те ИП, которые работают дома, да, то есть самозанятые. Вот. Те, кто заключил, ну, соответственно, региональный оператор пусть пересчитает платежи и вернет деньги. Если они были повторно заплачены. Сейчас проект по освобождению индивидуальных предпринимателей от обязанности платить за вывоз мусора проходит правовую экспертизу. По словам бизнеса-мбудсмена, вопрос будет решен до конца августа. В ближайшую неделю будет найдена форма, издана соответствующая постановление правительства Перского края, и вопрос будет закрыт. Однако, если предприниматели, работающих из дома, планируют освободить от двойной оплаты, то юрлицам все равно необходимо заключить договоры. Пока краевые власти объявили мораторий на штрафы для компаний до 15 сентября. По словам уполномоченного, этот срок может быть продлен, так как в Пермском крае зарегистрировано более 120 тысяч юридических лиц. И со всеми заключить договоры рекоператор может просто не успеть. До 15 сентября теплоэнерго обязали провести просветительскую и разъяснительную работу с предпринимателями. В рамках этих действий прошу более жестко контролировать деятельность регионального оператора и таких глупостей, то, что произошло, это глупость, не допускать. Здесь Максим Юрьевич? Понятная задача. Хорошо. На заседании также упомянули, что юрлицам, у которых заключены договоры на аренду помещений, где собственник сам оплачивает вывоз мусора, плата за вывоз не начисляется. При этом такие юридические лица обязаны информировать рекоператора об уже заключенном договоре аренды. Однако в уведомлениях, которые были ранее разосланы предпринимателем и юрлицам, об этой возможности не было упомянуто. Накануне мы в эфире уже рассказывали, что несколько десятков предпринимателей написали коллективное обращение в прокуратуру. Та обещала проверить действия регионального оператора. После всех сегодняшних заявлений и развития истории, мы знаем, как сейчас настроены сами бизнесмены. С нами на видеосвязи Ильнара Мамедова, предприниматель, участник как раз инициативной группы индивидуальных предпринимателей Ильнара. Добрый вечер, слышите нас? Да, здрасте. Да, Ильнара, здравствуйте. Что сейчас в итоге вы думаете это делать? Как вы будете сейчас? Будете ли отзывать, возможно? Ну, я так как являюсь индивидуальным предпринимателем, у которого нет офиса, и я работаю онлайн, поэтому я сама лично мусор не произвожу. И поэтому как бы бредовая история была о том, что я должна платить мусор как физик, еще как юридическое лицо, еще плюс ко всему прочему я организовываю мероприятие, я плачу субаренду за площадку, и там я плачу за вывоз мусора. Ну, в общем, очень была неприятная ситуация сегодня, утром никто и вчера днем не мог объяснить, что нам делать и как поступать, поэтому было принято решение подать заявление в прокуратуру. На сегодняшний день оно пока лежит там, его никто не забирается забирать, пока не будут официально какие-то документы. А, Эльвира, Эльнара, простите, я слышал от ваших коллег еще такую версию, не знаю, на всякий случай все равно уточню, что якобы в офисах теплоэнерго, ну, чуть ли там не заставляли, уговаривали где-то написать какой-то договор, что вот напишите, что в аренду у себя, помещение. Я думаю, что можно, как индивидуальный предприниматель, якобы мы сдаем квартиры в аренду, ну, в общем, какой-то бред там был с какой-то серой схемой, я, к сожалению или к счастью, в ней не участвовала, и я не знаю точно, как там было дело. Понятно, спасибо, Эльнара Мамедова с нами на связи, это предприниматель, мы узнали ее текущее мнение. Тему уже подробно рассматривали в нашем эфире, но многие вопросы все еще не уточнены, продолжим обсуждать эту тему сегодня, сейчас в нашей студии. У нас в гостях Наталья Теунова, юрист, здравствуйте, Наталья, также с нами будет по видеосвязи Антон Любич, экономист из Москвы, чуть попозже мы к нему подключимся. Наталья, что вы в итоге думаете, прежде всего, с правовой точки зрения, особенно вот ссылки, которые во всех этих письмах были на законы, ну, действительно ли все это правда, и стоит ли сейчас прямо реагировать, бежать? Нет, я считаю, что именно сейчас так резко и категорично реагировать на данные письма нет необходимости. В данных уведомлениях или письмах, да, идут ссылки на нормы кодекса об административном правонарушении. Я считаю, что теплоэнерго неправомочно предъявлять, да, такие письма счастья, можно сказать, поэтому кодекс об административных правонарушениях предусматривает соответствующие органы, которые могут привлечь, да, к административной ответственности. В данном случае теплоэнерго является региональным оператором, ответственный за определенный вид услуг, поэтому... Ну, какие-то проверяющие должны быть, да, конечно, конечно, и я слышала, что буквально вот, да, с понедельника пошла волна этих волнений среди предпринимателей. У юристов также возник вопрос, что же делать предпринимателям, как на это все реагировать, и также предприниматели обратились в прокуратуру, я считаю, это верно, поскольку необходимы какие-то либо разъяснения, либо, ну, все равно такой вопрос спорный. Но в любом случае теплоэнерго, как региональный оператор, вправе предъявлять только лишь требования о какой-то задолженности, об имеющейся задолженности. Но именно такие резкие высказывания в данных письмах, некорректные, преждевременные. Сейчас узнаем мнение Антона Любича, экономист из Москвы, с нами по видеосвязи. Антон, добрый вечер, как слышите нас? Добрый вечер. Спасибо за участие. Антон, прежде всего, мне хочется спросить, вы-то сталкивались с таким? Потому что мы вот спросили предпринимателей из других регионов, например, в Кировской области, у них такие уведомления не приходили от местного регионального оператора. И что сейчас предпринимателям делать, прежде всего? Самый главный совет. Ну, во-первых, это действительно, с позволения сказать, такая пермская фишка. То есть, это действительно только в Перми до такого додумались. Конечно, вот уже несколько дней ко мне обращались разные предприниматели с точки зрения именно общественной защиты их интересов по этой ситуации. Мы подключили ассоциацию защиты бизнеса для разработки мер рекомендаций. Но главная рекомендация следующая. Ни за какие услуги гражданское законодательство России не обязывает платить дважды. Поэтому, если предприниматель оказывает свои услуги дома, если он как физическое лицо оплачивает вывоз мусора, то никто не вправе обязать его оплачивать это дважды, еще и как индивидуального предпринимателя. То есть, это, в принципе, нарушение гражданского законодательства. Насколько я понимаю, сегодня сделал определенное разъяснение губернатор именно в этом ключе. Потому что, ну, это действительно должно вернуться в рамки федерального законодательства. Это такое новаторство местное. То есть, сейчас нужно, получается, предпринимателя разделить на несколько категорий. Те, которые работают на дому и там уже платят как физлица. Вторая категория, вот, тоже сказали, что они там не совсем несправедливо там начислили. Это те, кто, допустим, работает уже в офисах и по договору аренды уже платит. Там, в том числе, там, платежи по ТКО у них включены. Значит, те, у кого есть в договоре ссылка на то, что арендодатель оплачивает вывоз мусора, тоже платить не должны. Потому что за их мусор уже заплатил арендодатель. Если, соответственно, обязанность по оплате вывоза мусора возложена на арендатора, то тогда, да, должен быть заключен договор. Тогда нужно смотреть, корректно ли применены тарифы, скорректны ли даты. Потому что те письма, которые разослала Теплоэнерго, они ведь приходили даже тем предпринимателям, которые зарегистрированы много позже, чем в декабре 2018 года, на который ссылается Теплоэнерго. Абсолютно необоснованные письма. Непонятно, кто дал Теплоэнерго полномочия, во-первых, привлекать к административной ответственности. Теплоэнерго — это не орган власти. Это унитарное предприятие. То есть это действительно такая не очень умная попытка новаторства и сравнительно честного выбивания денег из населения по бендеру. Спасибо, Антон Любич с нами на связи, по видеосвязи с нами был. Наталья, что касается разделения на категории, кому, прежде всего, несправедливо считали? Те, кто на домашнем адресе зарегистрированы? Кто первый должен избежать этих платежей? Ну, во-первых, я считаю, да, скорее всего, те, кто на домашнем адресе, поскольку они уже оплачивают соответствующие платежи, как физические лица. Это однозначно. Кроме того, если индивидуальный предприниматель априори не производит никакого мусора, на каком основании он должен производить вообще какие-либо платежи? А как это понять? То есть это надо по кодам АКВЭД посмотреть? Да, по АКВЭДам, конечно, распределять эти все категории по АКВЭДам, то есть по каждому конкретно индивидуальному предпринимателю отслеживать, брать соответствующие документы и отследить данные. То есть и получается, что если вот вы говорили когда про наказание, что получается человеку не нужно сейчас доказывать, да, что он не производит отходы? Нет, эта обязанность, естественно, возлагается на органы или на орган, который вправе привлечь к административной ответственности, и он должен представить основания и доказательства привлечения к административной ответственности. Рекомендация сейчас какая предпринимателям? Ну, да, нужно выждать немного времени, поскольку с учетом того, что и губернатор высказался, и есть обращение в прокуратуру, я думаю, будут сделаны какие-то соответствующие выводы, и без дальнейших судебных разбирательств все это разрешится, я надеюсь. Получается, что сейчас какое время? До 15 сентября мораторий, а вообще предприниматели долго ранжировать по этим категориям? Ну, эту работу можно быстро сделать? Ну, я думаю, нет. С учетом того, что большое количество предпринимателей, конечно, это очень сложно. Либо нужно привлекать большое количество ресурсов, да, чтобы это все провести. С юридической точки зрения здесь не нужно никакого дополнительного договора на уровне региона, дополнительного нормативного акта вводить, когда все по действующему законодательству будет работать? Нет, можно какие-то внести изменения, мне кажется, все-таки, и более корректно изложить это в законодательном контексте и в самом законе, чтобы не было дальнейших подобных ситуаций. Предпринимателям, те, кто работает в офисах, им все-таки придется платить эти истории, если они уже там не платят за аренду. То есть, ну, кому-то, может быть, все-таки сейчас стоит идти заключать договора? Как считаете? Вообще, это предусмотрено законом обязанность каждого физического и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, заключить соответствующие договоры. Это однозначно есть такое в законодательстве. Поэтому те юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность не на дому, конечно, им необходимо подойти, заключить данные договоры. Хотя, в свою очередь, региональный оператор должен был надлежащим образом направить соответствующее уведомление, где указать о возможности заключения данного договора. В начале года, наверное. Конечно, конечно. С 1 января у нас эти все изменения. Поэтому, со своей стороны, региональный оператор не исполнил, можно сказать, свои прямые обязательства. Сейчас, получается, предпринимателям, буквально последний вопрос, минутной остается, предпринимателям не нужно письма писать в теплоэнерго и так далее? Нет, я думаю, сейчас не нужно никаких писем. Отлично, спасибо. У нас в гостях Наталья Тивунова, юрист. С нами был Антон Любич на связи, экономист из Москвы.